В социальной сфере также сохраняется стабильная ситуация и прежде всего на рынке труда. С 2009 года уровень общей безработицы в республике снизился в 2,1 раза, уровень регистрируемой безработицы в 3,5 раза. За январь-декабрь 2015 года уровень общей безработицы составил 4%. На конец декабря 2015 года на учете в центрах занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы около 16,5 тысяч человек или 0,8% от численности экономически активного населения республики. Но при этом мы, конечно, должны отмечать внимание на то, что, к сожалению, по-прежнему остается достаточно высокой доля безработицы среди молодежи. И это отдельная тема, которой необходимо решать. Денежные доходы на душу населения в январе-ноябре 2015 года составили более 30,4 тысяч рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 4,9%. К сожалению, реальные же доходы населения снизились почти на 7% и составили 93,2%. В январе-ноябре 2015 года средняя заработная плата работающих на предприятиях и в организациях республики, включая малое предпринимательство, составила 28,6 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в абсолютных целях это увеличение на 6,1%, но также, к сожалению, реальная заработная плата снизилась почти на 6% и составила 93,9%. Конечно, эта ситуация не только в Татарстане. В общем, по России, среди регионов Российской Федерации по размеру средней заработной платы Татарстан занимал 27 место по темпу роста 11. Среди регионов Приморского федерального округа по размеру заработной платы мы стабильно занимаем первое место, по темпу роста – 5 место. Я всегда на многих коллегиях отмечаю, что не только у вас, что, конечно, одним из важнейших показателей экономической стабильности, социальной стабильности республики Татарстан является гемографическая ситуация. За 2015 год число родившихся превысило число умерших, при этом из кесния прирост составил 10 тысяч человек. Могу сказать, что наши прогнозы на 2015 год были хуже, и более того, в начале года мы видели достаточно серьезный разрыв. Ну вот в второе полгода ситуация улучшилась, и мы видим, что и сегодня она достаточно стабильна. А это даже больше почти на 700 человек, чем в 2014 году. Несмотря на то, что общее количество жителей детородного возраста снижалось, снижается, и в 2015 году более сложная ситуация, так же, как и будет в 2016-2017 годах. Это вот так называемые демографические ямы. Я думаю, что это связано с многими показателями. И в первую очередь, конечно, с реализацией президентских программ республики Татарстан. Их сегодня достаточно много. И практически в каждой из отраслей строительство жилья построено в более 2,4 миллионов квадратных метров. Жилья из них 300 тысяч квадратных метров, 323 тысячи квадратных метров по программе социальной ипотеки. Мы забываем о том, что Татарстан является единственным регионом, где существует такая программа. Введены в эксплуатацию 76 детских садов, 7 общеобразовательных школ, 42 сельских клуба, 71 модульный фельдшерский клуб, 42 модуля ветеринарных фунта, капитально отремонтировано более 1000 многоквартирных домов, 14 детских летних оздоровительных лагерей. Могу со всей твердостью сказать, что ни один из моих коллег даже в очень крупных регионах, конечно же, не может назвать вот такие масштабные цифры. И это программа, что очень важно, за исключением программы строительства детских садов, сохранены в полном объеме на 2016 год, несмотря на сложную экономическую ситуацию, несмотря на непростую ситуацию с формированием бюджета на 2016 год. Анализируя результаты деятельности отделения Пенсионного фонда, о которых доложил сегодня Эдуард Пифасович, хотел бы отметить, что в сложных экономических условиях напряженного исполнения бюджета вам удалось выполнить все социальные обязательства в полном объеме. В общем-то, это главная задача управления Пенсионного фонда. С задачами, которые ставились мной на прошлой коллеге, также вы успешно справились, хотя, конечно же, в любой ситуации есть проблемы, на которые стоит обратить внимание, и я хотел бы их отметить. Прежде всего, это касается дефицита бюджета Пенсионного фонда. Я не могу не сказать, что, конечно же, и президент Республики, и правительство обеспокоены тем, что в прошедшем году уровень обеспеченности собственными средствами на выплату страховой пенсии в Республике по сравнению с 2014 годом сократился, и по итогам 11 месяцев составил 60,2%. В прошлом году, когда мы с вами проводили, коллеги, этот показатель был 62,5%. И, несмотря на то, что это общероссийская тенденция, конечно же, это не может не беспокоить. Хотел бы отметить, что, кроме этого, важнейшим направлением вашей работы является проведение комплекса мероприятий по снижению сумм задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Несмотря на снижение процентного выражения доли задолженности по страхователям-работодателям, по итогам года общая сумма недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование составила 2,165,000,000 рублей, увеличившись достаточно серьезно на 19,2% на общую сумму 348,000,000 рублей. Растет задолженность и по индивидуальным предпринимателям, доля которой составляет более 13% от начисленных страховых взносов. Сегодня, я считаю, что в этом и в основном докладе, об этом необходимо говорить больше, сама общая система взыскания должна работать чуть жестче. У многих ваших коллег, в том числе, которые находятся сегодня здесь, в этом зале, ситуация значительно лучше. Это касается у нас и Федеральной областной службы, это касается и многих других. Рост на 19% недопустимый, я поэтому прошу обратить руководство пенсионного управления на это внимание. Механизмов сегодня достаточно, и правовых, и многих других. Может быть, я не знаю, существует ли на федеральном уровне такая же система контроля, как Федеральные налоговые службы. Если нет, я вам настоятельно рекомендую изучить ее на уровне управления. Я думаю, Ратальевич, секретов нет для того, чтобы внедрить по республике Татарстан. Эта система очень жесткая, она исключает задержку даже на одни сутки надлежащего исполнения всех мер по взысканию, которые есть. А самое главное, она действующая уже достаточно давно, дает очень хорошие результаты. Еще одна проблема, которую я хотел бы отметить, которая для меня совершенно непонятна, это проблема наличия просроченной задолженности по страховым взносам в пенсионный фонд организации бюджетной сферы. Мы каждый год поднимаем этот вопрос. Сегодня у нас Министерство финансов. Я искренне не могу понять, и я прошу провести обязательно ваше совместное рассмотрение, сделать это неоткладно в течение ближайших 10 дней, присаживайтесь, пожалуйста, и объяснить, как вообще это возможно. Я не исключаю, что в этой цифре большая доля федеральных органов, а не только республиканских. Но и с этим вопросом также нужно работать. Я считаю, что, в общем-то, через год на коллегии этот вопрос не должен звучать, и цифра может быть только одна – задолженность 0 рублей. Я про просроченную имею в виду. Другого показателя быть не может, это по определению. И, конечно же, подключайте и отраслевые министерства, подключайте все, кого необходимо для того, чтобы решать эту задачу. Сегодня ежегодно на выставке и во время доклада, во время сегодняшних выступлений, конечно, в работе Пенсионного фонда много говорится об информационных технологиях. Хочу сказать, что ежегодно есть прогресс, хороший прогресс, и этот прогресс не ради галочки. Мы видим, что и население достаточно активно работает, и за прошедший год также сделано немало. Особенно в честь продвижения взаимодействия со страхователями. Для предоставления документов в электронном виде для назначения пенсии. Как мы сегодня говорили в поле, Пенсионный фонд – это организация не для пенсионеров, это организация для всех жителей страны, ну и республики, конечно, с его момента рождения. И эту саму идеологию, ее необходимо внедрять, людям объяснять. И очень хорошо, что все отделения на местах, они работают вот так вот достаточно активно. Одновременно Министерство и ведомства Республики пока, мы видим, что очень слабо принимают участие в этом информационном взаимодействии. Я прошу в сегодняшнее решение коллегии включить обязательное включение в управление пенсионного фонда отчетности ежемесячной на первое число в открытом Татарстане. Мы будем хорошо видеть, как работает, какое министерство. И, конечно же, уверен, что мы решение найдем более того. В решениях сегодняшней же коллегии, считаю, нужно включить обязательным или обязательно рекомендательным, пусть юристы посмотрят формулировку, чтобы все бюджетные организации и, подчеркну, предприятия со стопроцентным участием в Республике Татарстан стали стопроцентными участниками этого процесса. Мы должны облегчать людям условия, не заставлять их ходить ногами. Вот сегодняшнее даже выступление представителей Сарламовского района, наверное, обратили внимание. МФЦ не дают такого эффекта. 250 обращений за год в два отделения. Это значит, получается 0,5 в сутки. То есть за двое суток одно обращение. При том, по очень даже несложным видам тех услуг, которые представляет пенсионный фонд. Коллеги, давайте через бюджетные организации мы это обязательно сделаем. Начинаем с, безусловно, Министерства ведомства Республики, которые, надеюсь, по итогам коллегии уже в январе месяце сделают это. И также все муниципальные образования. И, подчеркну, все предприятия. У нас достаточно много работающих предприятий со стопроцентным государственным участием. Или где двинная доля находится в бюджет Республики Татарстан. Сегодня был презентован личный кабинет застрахованного лица. Очень хорошая функция. Как раз она в том числе и будет реализована в рамках поручения, которые я сегодня дал. Человек, выходя на пенсию, вместе с словами благодарности своего коллектива, должен понимать, что никаких бюрократических правов у него не будет. Никуда ему не нужно ходить. Ему нужно будет только увидеть на своем сотовом телефоне красивую надпись. Вы получили пенсию в размере таком-то и таком-то. Это вот та цель, которая есть. При этом, более того, в этот же день и определить, как и когда это будет работать. Для стимулирования процесса, я прошу Министерства информатизации и связи, у нас кто-то представляет, обязательно включить в IT-чемпион один из показателей. Это как раз регистрация личных кабинетов управления пенсионного фонда. Я думаю, что это также повысит общие показатели. Еще на один момент хотел бы обратить внимание, оператор активно пытался показать, что Рушан Флюрович, руководитель Сбербанка в Тарстане, что-то там пишет на сотовом телефоне. Но я уверен, что он писал достаточно нужные вещи. Но Сбербанк как раз очень хороший пример, как организованы процессы того, что было сказано у Эдуарда Яфасовича, производительности труда и норматив обработки и многих-многих других. Я думаю, тоже секретов у вас никаких нет. Рекомендую, кстати, и другим коллегам, кто работает с населением, искренне рекомендую посмотреть, ознакомиться с этой системой. Она позволяет существенно повысить производительность труда за, там я сейчас не помню, цифры, но еще раз говорю, с момента, как она была внедрена после прихода Герману Оскаревича, производительность труда в целом по Российской Федерации увеличилась в разы, и при этом не снижая качество. Вот это очень важный, серьезный момент. И поэтому, конечно же, в сегодняшних условиях, когда происходит сокращение численности, при том, что нагрузка растет, без этого просто, в принципе, невозможно. И обратите, пожалуйста, внимание. Очень много моментов, связанных с вот тем, что называется бережливым производством, линтехнологиями, это все внедрено. И, конечно же, это нужно внедрять и в государственном уровне.